Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля. Мне чуть не сказала 49, но уже 50 лет. Я стране не спеша рассказываю об этом на своем канале. С веса почти 115 кг. На сегодня мой вес 97 и потихонечку снижается. Значит, на моем канале я не только рассказываю похудение. Я снимаю рецептики и считаю КБЖУ. Также я еще вяжу ирландским кружевом. Пою. Кому интересно, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да, забыла сказать, я ни на какой, ни на диете. А как я стране, вы можете посмотреть в моих роликах. Итак, мои дорогие, готовлю себе завтрак. Это овсяно-блин. Я уже высчитала рецепт, по которому я делаю именно для себя. Значит, здесь у меня одно яйцо, щепотка соли, капельку подсластителя, совсем немножечко, 20 г овсянки, перемолотой в кофемолке, прям практически в муку, 5 г изолято-соевого белка, у меня такой, как порошочек, 5 г порошка какао и 80 г молока. Все хорошо-хорошо размешиваю и выпекаю вот с двух сторон, такой мягенький получается. Но вы знаете, я его за один раз не съедаю, я его делю, он у меня идет на два завтрака, то есть я ем только половинку. А в начинке у меня 100 г творога 5%, 50 г йогурта моего, вот я сейчас как раз буду делать его, и 5 г семян че, и тоже капельку подсластителя немножечко, потому что я люблю все-таки, чтобы завтрак у меня был такой сладенький. Тогда, в течение дня потом, мне не хочется ничего сладкого, потому что я все-таки сладкая ешка. Значит, как я делаю йогурт. Чистая литровая баночка, йогурт, обычный из магазина, натуральный, без добавок, либо активия, либо греческий беру. Вытряхиваю баночку и доливаю доверху молоком, обычным молоком. У меня в данном случае вот тут остаточки. Это 3,2 молочка, это 2,5, вообще не важно. Хорошо-хорошо перемешать и ставлю в подогретую духовку. Йогурт делается вообще при температуре 40 градусов. Вот, примерно за 8 часов. Слежу, чтобы в духовке была такая, постоянно она у меня не греется, иначе можно перегреть, и тогда все свернется. И этой баночки йогурта мне хватает примерно на неделю. Его можно и кушать, его можно хоть и в стрипню добавлять. В общем, хоть куда, вместо сметанки его в какие-то блюда даже кладу. Вот, так что это получается все-таки выгоднее, чем каждый раз покупать йогурт. Это получается дешевле. Все, сейчас все это дело соберу и буду завтракать. А, и чашечка кофе, конечно же. Всем приятного аппетита, кто кушает. Вот такой получается вес всего овсяна блина. Все, готово. Размешала. Ставлю в тепленькую духовку. Разрезала мой овсяноблинчик. У меня получается где-то 150 грамм. Порция и чашечка кофе у меня объемом 180 миллилитров. И вот весь завтрак у меня по объему получается... Так, давайте посчитаем. 150 и 180. Сколько будет? 330. Нормально. Мой обед. Борщик. И кусочек черного хлеба 20 грамм. Сегодня заходила с хлебушком. Так все в основном ем без хлеба. Ну, какой-то вкусненный хлебушек купила. Вот, будет кусочек. Зато сегодня будет ужин у нас обалденный. На ужин я буду готовить национальное монгольское блюдо. Бозе называется. Дело в том, что мы с родителями жили в Монголии. 7 лет. Папа работал на разрезе. Машнистом экскаватором. Там большой угольный разрез. В общем, друзья-побратимы. Это народы-побратимы, как вы знаете раньше. Многие специалисты ездили в разные страны, так сказать, поднимать экономику. Ну вот, я там жила с 7 до 14 лет. Мамочка там какое-то время работала в монгольской столовой. Ну, да и вообще. В общем, это такое блюдо. Оно похоже на бурятские позы. На юге Монголии их называют бузы. Но мы жили на севере. И там я точно помню, что мы назвали их бозы. Вот. На манты нет. Я манты не делала никогда. Я знаю, что вроде бы там идет тыква. Но классические позы – это мясо. Но вообще в идеале, конечно, баранина. Ну, конечно. Но мы уже делаем тут, без чего придется. И в идеале все режется кубиками. Фарш режется мелким-мелким кубиком. Капусточка мелким кубиком. И лук. Вот. Но сейчас же у нас эпоха гаджетов. Поэтому блендер нам в помощь. Значит, фарш у меня прокручен на крупной мясорубке. Я кручу фарш всегда сама. Здесь у меня свинина и курица. Куриное филе пополам. Тут я уже посыпала вкусную соль, адыгейскую соль, черный перчик. Потом я еще буду пробовать. Так. Лука с капустой по объему должно быть где-то примерно столько же, сколько и мясо. Это даже для нас, стройнеющих, вообще здорово. Во-первых, капуста и лук придают хорошую сочность этому всему делу. Вот. Плюс разбавляют калорийность. Но я, конечно, я немножко поленилась. И тесто у меня было в морозилке. Обычно делается пельменное тесто. Обычно. Ничего в этом сложного нет. Мука, вода. Ну, можно яйцо. Капельку можно растительного масла. Тут кто как это самое. Все. Сейчас я сделаю фарш. Готовятся они на пару, но защипываются они не как манты. Там защипка идет другая. Защипочку я постараюсь показать, как меня мама научила, как я защипляю. Готовятся на пару. Они очень сочные, едятся только руками. Ой, я умру. Как-то я тоже и для гостей делаю. И если кто-то берет нож и вилку, это потому что там откусывается макушечка и выпивается божественный сок. Так. Ну, все по порядку. Сейчас буду капусточку нарезать, ну, такие на произвольные немножко кусочки. А в блендере в более мелкую такую-то измельчать помельче. И лук точно так же. Вот так. На такие вот кусочки. Сейчас капусточку еще сверху присолю. Помешаю. Обязательно в фарш добавляется водичка. Но тут нельзя с водой переборщить. Иначе потом при формировании, если будет очень жидкий фарш, там может протекать, тесто раскисать. В общем, тут нужно соблюдать как бы все пропорции. Вот такой фарш у меня получился. Кило триста фарша. Где-то кило триста капусты и двести грамм лука. Вот так у меня получилось. Два восемьсот я взвесила. Все. Сейчас буду раскатывать колбаски. Отрезать на кусочки. Раскатывать. Залеплять. И в пароварку. С магазинного теста буду делать первый раз. Обычно тесто делала сама. Ну вот как-то купила тесто. Лежала в морозилке. Да, по специям. Вообще в классические бозы монголы кладут только соль и черный молотый перец. Ну, у меня была еще тагейская соль. Там, не знаю, тоже какие-то приправки. И вот такая вот еще соль у меня. Сахерба. Немножко еще такой положила. Чего сколько, даже сказать не могу. Это надо пробовать. Я немножечко пробую. Особенно на соль. Не пересаливать нельзя. Ну, и если будет не до сол, тоже будет не очень вкусно. Вот на такие кусочки порезала. Вот так вот. Немножко как скрутила колобочек. Сейчас буду раскатывать. Когда раскатываем, стараемся, чтобы вот здесь вот в серединочке было как бы немножечко потолще. То есть вот так вот раскатывается. Я не знаю, как раскатываются манты. Я говорю, манты я никогда не делала. Но бозы мы всегда делаем так. Тесто стараюсь раскатать как можно потоньше. Нам же не надо много теста. Нам надо много хорошей вкусной начинки. А не тесто. Так что... Ой, много. Вот. Ой, давно не делала. Сейчас буду вспоминать, как же я их защипываю. Так. Защипываются они ежиком. Вот так вот берется. И вот так вот сюда, как собирается косичка. Вот. Загибуллинка. Так. И вторым пальчиком прихватываем. Даже не знаю, видно, нет. Надо, если что, руки в муку. Сейчас поставлю муку. Первый блин. Первая бозинка немножко комом. Вот. Вот так вот она получается. Ничего. Говорю. Делаем мы редко их. Но все гости их просто обожают. Все наши друзья. Сейчас буду делать дальше. Так. Вторая попытка. Ручки немножко в муке. Так. Начинаем с кончика. Хорошенько его защипываем. Загибаем. Так. Не спешим. Нам же не надо, чтобы они расклеились и выпустили вкуснющий сок. Чтобы он убежал. Так. Так. Делаются они на пару. 20 минут. Но вниз в пароварку я наливаю уже кипяток. Так. И вот здесь очень хорошо закрепляем хвостик. Вот, мои дорогие. Вот вторая уже лучше, да? Намного. О. Так, мои дорогие. Ну, еще разик покажу. Что хочется еще сказать. Бозы никогда не лепят заранее. По крайней мере, нас так учили. Тесто и фарш я убираю в холодильник. То есть, они лепятся вот перед тем, прям как их отправить в пароварку. Нет такого, чтобы они лепили заранее, замораживали. Не знаю, может быть и можно, но мы так никогда не делали. Обычно вот мы делаем на 2, даже бывает на 3 дня. Большой объем, да? Вот. Ну, на второй день так точно. Вы знаете, они так съедаются. Это вообще считается праздничным блюдом. Я их люблю делать на Новый год, на день рождения. Вот. Когда гости. Если так для себя. Ну, это редко. Вот. Так что не делаются они заранее. Только вот перед тем, как поставить. Вот, мои дорогие. И уже покажу готовый результат. Да, обязательно вот эти уровни пароварки смазываются немножко кисточкой растительным маслом. Вот, мои дорогие. Скоро первая партия будет готова. Это первые 4 штучки сынули. Ай. 3 этажа вообще-то у меня ее. Тут их можно 1 этаж ставить, 2, 3. Вот. Вот у меня уже тут готово. Да, мои дорогие, вы правы. У нас сегодня гость. Моя подружечка, моя одноклассечка, моя одиномышленница Танечка. Ой, она тоже стройнеет. Умрешь. Хотя весит она. Верите, нет. 70 килограмм. Как она мне сказала. И сейчас. Вот. И такая. О, звякнула. Сейчас договорю уже. Оля говорит, ты что? Я сегодня вот то-то, то-то. Ты мне все. Но если я сказала волшебное слово Бозы. Все. Танюшка не может отказать. И, мои дорогие. Если сейчас мне будете опять писать. Ой, да вы на таком рационе никогда не похудеете. Ой, да то-да-сё. Еще раз повторю. Я ее готовлю очень редко. Это раз. Во-вторых. Капуста и лук. Здесь даже их больше, чем мясо. Нежирная свинина и курица. А тесто. Его можно вообще не кушать. Или кушать так. Совсем чуть-чуть. Я так и делаю. Знаете, просто можно выкинуть. Ну, или отдать желающему, кто скушает. Так что блюдо замечательное. И не очень калорийное. Да, с тестом. Но я еще раз повторю, что тестом можно как бы и не это самое. Сейчас я их вытащу и покажу вам. Да, сверху на каждую бозинку можно такой положить маленький кусочек сливочного масла. Себе я не кладу, но сыну, мужу кладу. Так вкуснее. Вот, мои дорогие, вот положила я по маленькому кусочку. Вот такая красота получается. Да, мои дорогие, вот еще что забыла сказать. Ела я в гостях манты. Манты как-то так защипываются, что там очень много теста. Вот при такой защипочке теста, в принципе, совсем немного. Ну, то есть, так, нормальненько. Ну, вот и все. Вот. Видите? Соку было море. Сыну-то попробовал, сказал, божественно вкусно. А у меня уже йогурт готов. Вот, смотрите, полная баночка замечательного йогурта. Так, снимаю. Вот такой у нас стол. Мастер-класс от моей подруги Танюши. Как надо, правильно? Всем привет. Буду сейчас пробу снимать. Давай, моя дорогая. И я смогу угостить тебя кое-что. Ну, как? Ну-ка, побулькой. Как ты сказала сейчас? Скажи. Так, посмеялись над первой Таниной фразой, но я ее не могу пустить в эфир. Танюшка там. Так. Сказанула. Давай. Господи, это же пища богов, Оля. Ну все, на этой радостной ноте мы продолжаем праздновать нашу встречу. Всем хорошего настроения. Ага. Все, мои дорогие, всем здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok